Всем привет! Сегодня рассмотрим рабочие столы Ubuntu. Вот так вот выглядит рабочий стол Ubuntu CINAMON. Я, значит, сделал так, что при загрузке кайра-дох не виден, а когда всё это дело стартует, вот эту вот кнопочку надо будет нажать, и он появляется здесь со всеми необходимыми инструментами, чтобы, так говорится, не загромождать рабочий стол. Вся рабочая информация видна здесь, но у меня тут придёт программа для записи с экрана, и виртуальная коробочка подключена, поэтому на самом деле у вас тут будет процент употребления оперативки, и от центрального процессора они будут гораздо меньше. Итак, значит, вот посмотрим, как выглядит рабочий стол. Ну, давайте так, начнём. Ксубунту, или XFCE, так называемый. Ubuntu называется Ксубунту. Наберём тут единичку. Программа, где вы поставите свои пароли, или зарегистрируетесь, и они у вас будут подключены и будут работать. Вот так вот выглядит XFACE. И, как я говорил, на верхней панели я располагаю кнопочку кайра-дох. Вот, нужна вам дополнительная панелька с рабочими инструментами. Вот так вот на неё нажали. И она вот здесь вот появляется. Здесь всё самое необходимое, сказать, ну, скажем так, для продуктивной работы. Для создания и редактирования видеороликов, аудиофайлов, меню загрузки, настройки, два пылесосика. Вот этот, к сожалению, Ubuntu Tweak, он уже не обновляется автором, а вот этот обновляется. Ну, и, значит, программа для архивирования SystemBug и FS5 архивер. Вот. Так что рекомендую вам, штука хорошая. Пойдём дальше. Значит, здесь нам нужно будет выйти. Вот таким вот образом выйти. Теперь откроем следующий рабочий стол. Просто классическая Ubuntu. Опять-таки набираем пароль «еденечку». Ну, вот появилась всем, как говорится, известная классическая Ubuntu в её классическом виде. Рабочий стол у неё называется Unity. Ну, единственное, я здесь изменил цвет рабочего стола, потому что мне этот бледно-розовый цвет не очень нравился всегда. Ну, вот таким вот образом, как говорится, выглядит она сама. Значит, здесь я сейчас попробую выйти. Вот, завершение сеанса. Выйти из системы. Следующий рабочий стол. Рабочий стол следующий будет Мэйд. То есть, как видите, в этой сборке я её делаю только для ознакомления. А там уже дальше будете под себя сами настраивать, подстраивать. Просто, чтобы у вас, так же, как и в Дебяне, все рабочие столы были под рукой. Чтобы вы могли посмотреть, какой рабочий стол у вас работает лучше на вашем железе. А в дальнейшем уже скачать или установить только его, и на нём, как говорится, и работать. А это, скажем так, сборки такого плана, где практически у меня всё уже настроено. И, как видите, у меня, значит, я сделал кородок общим для всех рабочих столов. Поэтому у меня вот отсюда запускаются и работают все мои программы, на которые у многих пользователей уходит и время, а иногда, которые люди не могут и установить правильно. Здесь есть, как говорится, всё в одном. Много рабочих столов. И можно выбрать, как говорится, любой по вкусу. Значит, здесь попробуем, ну, вот, просится, отменим. Войдём сюда. Нет. Система. Вот, завершить сеанс. Завершим сеанс. Это у нас был, видите, значок рабочего стола Made. А теперь гномов вот тут раз, два, три, их целых три. На самом деле, значит, только вот один, вот этот вот, скажем так, заслуживает внимания. Очень красивый рабочий стол. Очень многим нравится. Многим могу порекомендовать. Он, скажем так, и экономичный, и особенно, что у него хорошо. У него очень такое симпатичное меню. Вот, посмотрите, обзор. Выходишь, когда показать приложение. И вот они все такими яркими, крупными, сочными значками, как говорится, видны. Можно по ним лягать позвонком, а можно вот конкретно вот так вот. Очень удачный и хороший, и красивый рабочий стол. Опять-таки, можно на нём запустить кородок. Поэтому, значит, кородоком можно пользоваться и в бунт-гном. Практически все программы тоже, такая я называю её рабочая панель, под рукой и работают. Поэтому я могу, скажем так, всё это дело порекомендовать. Очень посмотрите, какой красивенький, удобненький. Хороший рабочий стол. Можете потестировать, посмотреть, сколько он потребляет у вас ресурсов. И использовать его в качестве, как говорится, своего рабочего стола. Завершим сеанс. Цинамон у меня, как говорится, мы сейчас на нём расположены. Поэтому, вот считайте. Цинамон 1, Гном 2, Мейт 3, Убунту 4 и X-Face 5. Промежуточный я не беру, там классический Гном, мне он там не очень нравится. Вот эти вот два тоже Гнома не очень-то. Ну, Цинамон Рендеринг, это, скажем, специфический тоже. Вот. В основном, вот рабочие столы. Раз, два, три, четыре и пять. Пять рабочих столов у Бунту. Как говорится, это есть, из чего выбрать. Значит, я сборочку эту выложу у себя на Кроке, в кладовочке. Сможете её скачать для ознакомления и пользоваться, как говорится, на здоровье. А если у кого-то, значит, она не будет устанавливаться или запускаться, проверьте свои настройки биоса, смените флешку, или используйте другую программу для записи образа на флешку. Вот единственное, что могу посоветовать. Вот. У меня, надо сказать, всё наработает, всё нагрузится, поэтому не пишите там под видеороликами, а вот у меня там, она вот не работает. Ну, проверяйте своё железо и свои настройки. Если нет, пожалуйста, посмотрите, значит, скачайте чистый образ Убунту, или классический, или там Санамону найдите, или Убунту X-Face, установите и тестируйте. Вот. Ну, ладно. Желаю вам всего доброго. Убунте просто вот хотелось, как говорится, отдать дань, потому что это одна из самых известных в мире Linux-операционных систем. То есть, Linux Mint, Ubuntu, Debian, это, скажем так, основные три кита, которые, как говорится, в основном стоят у большинства пользователей. Вот. Так что желаю вам удачи, всего доброго, и до новых встреч. До новых встреч.